МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации городского телевидения. В начале выпуска коротко о главном. Вопрос о водоснабжении хутора Чернышев Шовгиновского района решить в оптимально короткие сроки. Рабочая встреча в Доме правительства. Выдано более 7 тысяч сертификатов на материнский капитал. Программа господдержки семей, имеющих детей в действии. История Великой Отечественной от участников боевых действий. Ветеран Евгений Михайлович Ветков о своей фронтовой жизни. Глава Адыгеи принял представителей Заревского сельского поселения. В делегацию вошли члены совета старейшин и глава сельского поселения. За последнее время, благодаря поддержке республиканской власти, разрешен ряд социальных вопросов. Построен ФАП в хуторе Чернышев, водозабор в ауле Пшичо, начато строительство школы в хуторе Хопачев, сообщил глава Шовгиновского района. На сегодняшний день остро стоит проблема водоснабжения хутора Чернышев. Здесь необходимо капитально отремонтировать водонапорную башню, построенную более 30 лет назад, а также привести в порядок скважины и заменить 600 метров водопроводных труб. По имеющейся смете общая стоимость данных работ составляет около 8 миллионов рублей. Аслан Хакушинов предложил хуторянам не ограничиваться реконструкцией имеющихся сооружений, а построить в Чернышеве новый водопровод протяженностью 5 километров. Глава республики дал поручение министру сельского хозяйства Республики Адыгея Юрию Петрову подготовить необходимую документацию для включения объекта в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015 год», а также изучить ситуацию в других населенных пунктах. Наши коллеги обратились к нам, они увидели у себя проблему. А вот такая же проблема есть в других населенных пунктах. Если есть, и там проработать, чтобы одновременно можно было решать вопросы, пока это целевая программа есть. Глава республики также отметил, в 2015 году планируется завершить газификацию Шовгеновского района. На сегодняшний день негазифицированным в районе остается всего один пункт – хутор Семена Макаринский. Сертификат на материнский капитал получили более 7 тысяч семей майкопчан, большая половина из которых уже распорядилась средствами. В этом году размер материнского капитала составляет порядка 430 тысяч рублей. На какие цели можно направить средства сертификата – в комментарии специалистов. Размер материнского капитала ежегодно индексируется от 250 тысяч в 2007 до порядка 430 тысяч спустя 7 лет. В 2015 эта сумма также увеличится. Как правило, в среднем добавится около 20 тысяч. Распорядиться средствами материнского капитала возможно после трехлетнего возраста ребенка. Но если семье предоставлен кредит на приобретение или строительство жилья, погасить сумму за счет материнского капитала можно практически сразу. В течение двух месяцев со дня подачи заявления средства будут направлены организации, с которой был заключен кредитный договор. Действующие правила сохранятся без изменений и в будущем году. Очень часто нам граждане задают вопрос, что не закроют ли эти меры государственной поддержки. На сегодняшний день как и было, так и все продолжается. Средства материнского капитала выдаются тем гражданам, которых дети рождены включительно по декабрь 2016 года. То есть дети, рожденные с января 2007 года по 31 декабря 2016 года, вторые, третьи и последующие дети, они имеют право на сертификат. И ограничений обращения нету, то есть сроков подачи документов нет. Когда обратился человек, обратился. Главное, чтобы дети были включены в этот период, попали в этот период рожденные. Средства полностью или частично можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной части трудовой пенсии. Сертификат на материнский капитал уже получили более 7 тысяч семей майкопчан. Большая половина из них уже распорядилась выделенными средствами. До начала 2015-го осталось чуть меньше месяца, но малыши Республиканского дома ребенка уже получают новогодние подарки. Новый телевизор от представителей городской общественной палаты позволит ребятам не только весело и интересно проводить свой досуг, но и правильно развиваться. Малыши из Майкопского дома ребенка встречают взрослых веселым шумом и необычной игрой в снежки. Гостей в этом теплом и уютном доме любят, а они, как правило, приходят не с пустыми руками. Позвольте, артистная палата, в преддверии наступающего, можно сказать, никогда, который нам принесет Новый Город, наши подшипные организации, которые мы все эти годы лелеем, «Большой телевизор в подарок очень кстати», говорят сотрудники детского учреждения. Их маленькие воспитанники любят не только смотреть мультфильмы, но и просматривать снятые ранее утренники, в которых ребята, как и полагается, выступают главными героями. Это наша подшипная организация. Мы здесь работаем, мы здесь проводим субботники. Мы этот коллектив весь знаем, поэтому нам очень приятно здесь сегодня быть. Такие благотворительные акции стали доброй традицией. Сегодняшняя только открывает череду праздничных мероприятий к Новому году, признаются в Доме ребенка. «Спасибо большое членам общественной палаты, все подходят с такой душой к выбору этих подарков. Я так думаю, мы получаем от этого удовольствие. И эти взрослые серьезные мужчины наверняка получают тоже удовольствие от того, что вместе с нами выбирают платья красивые, костюмы красивые. Ну и на какой-то миг тоже попадают в детство, в праздник». Импровизированный киносеанс устроили сразу же после церемонии вручения. Мультфильм на экране шел как раз про подарки. Маленькие зрители смотрели, затаив дыхание, мечтая, чтобы и их желание в канун праздника осуществилось. В Республиканском институте повышения квалификации прошла ежегодная научно-практическая конференция на тему «Эстетическое воспитание подрастающего поколения». Участие в конференции приняли более 150 педагогов Адыгеи. Организаторы этой конференции – Министерство образования и науки Адыгеи и Институт повышения квалификации. В ней приняли участие более 150 преподавателей. Тема встречи наиболее актуальна для присутствующих – «Эстетическое воспитание школьников и дошкольников в условиях реализации общего образования». «Когда говорим о нравственности, когда говорим о духовности, то я думаю, что эстетическое воспитание играет одну из главнейших ролей в становлении личности ребенка». Кроме специалистов дошкольного образования, в конференции приняли участие педагоги начальной и средней школы, предметники точных и гуманитарных наук. Ими были представлены доклады по теме эстетического воспитания детей. Лучшие работы отобраны экспертной комиссией. Они войдут в сборник методических пособий, который планируется выпустить уже в будущем году. Майкопчанин Евгений Михайлович Ветков в годы Великой Отечественной войны служил в составе разведроты. Помимо этого, занимался и восстановлением железнодорожных путей. О своей фронтовой жизни ветеран рассказал нашей съемочной группе. Евгений Михайлович Ветков ушел на фронт осенью 1942 года и был направлен в разведроту 105-го мотострелкового батальона, который в то время находился в окрестностях Сталинграда. Пройдя необходимую подготовку, Евгений Ветков уже через два месяца принимал участие не только в боевых действиях, но и в разведывательных операциях. Нас в группу, группками забрасывали за линию фронта. Обычно это вечернее время. И мы пытались собрать какие-то там сведения. Перед утром возвращались обратно. Ну, иногда были такие моменты, что солнышко уже поднималось выше нормы, как говорят, нашей. И мы оставались и днем, пытаясь скрыться от врага. После победы советских войск под Сталинградом, Евгений Ветков продолжил службу в железнодорожных войсках. Военнослужащие его воинской части занимались восстановлением железнодорожных сообщений. И дальше боевой путь ветерана прошел через Донбасс, Запорожье и Львов. Немцы, когда оккупировали Украину, они перестраивали свои железнодорожные пути. У них более узкая колья, а у нас более широкая. И вот они на свой масштаб, как говорят, дороги перестраивали. А нам приходилось обратно расширять железные дороги. Война для Евгения Михайловича Веткова закончилась в Восточной Пруссии. А после победы ветеран вернулся в Майкоп, где поступил в вечернюю школу. Год спустя Евгений Ветков уже стал студентом Московского института инженеров транспорта. А по окончании вуза много лет работал в Майкопском институте повышения квалификации. Преподавал в автотранспортном техникуме. Ветеран награжден орденом Отечественной войны и многими медалями. В сентябре ветерану исполнилось 89 лет. Еще одна победа сборной Динамо МГТУ позволила майкопской баскетбольной команде остаться в четверке лучших в своей игровой зоне. Спортсмены Майкопа обыграли соперников из Энгельса и Саратова. Очередной тур чемпионата России Динамо МГТУ провела на своем поле с соперниками из городов Энгельса и Самары. Матчи проходили в упорной борьбе и майкопчанам удавалось одерживать победы буквально на последних минутах. В итоге после четырех проведенных встреч счет 4-3 в пользу Динамо МГТУ. Положение в турнирной таблице, которое наша сборная занимает на сегодняшний день, говорит тренер, позволяет надеяться на то, что майкопские баскетболисты после завершения предварительного тура продолжат борьбу в полуфинале соревнований. В высшей лиге сегодня выступают 20 команд, они поделены на две десятки. То есть мы на сегодняшний день, вот то, что я сказал, занимаем место в своей десятке. Параллельно с нами проходят игры в группе «Б», где еще встречаются между собой все 10 команд. На втором этапе первые четыре команды, занявшие первые четыре места, образуют восьмерку и в системе плей-офф будут разыгрывать места с первого по восьмое. Следующий тур чемпионата России состоится 5 и 6 декабря. Соперником майкопчан выступит сборная «Старый Соболь» из Нижнего Тагила. А первый этап всероссийских соревнований завершится для «Динамо МГТУ» в январе будущего года матчами в городах Саранск и Челябинск. Это была вся информация на сегодня. Я прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!